У вас просто больная груша, Борис Соловьёк. Что я скажу? Много влаги или ширости, правильно? Тоже отправил посильную помощь Александр Выборг. Я всегда стараюсь. Я не могу всех запомнить. Раньше люди помогали. А вот есть Нина Вальтеровна С. Ноутбук. 300 рублей. Первый раз такое. Вы знаете, я уже думал, всем никому ничего не надо. Помните, я раньше призывал. Были такие случаи. Вот. 500 рублей Александр Владимирович В. Александр Выборг тоже. 300 рублей Нина Вальтеровна С. И 100 рублей Елена Владимировна Эл. Так. Александр Выборг. Ну, кто-то из вас и есть Александр. Так. А вот Александр Владимирович, у него есть 500 рублей. Ну, все, соберем. На новых не потянем, конечно. Но в крайнем случае придется по комиссионкам побегать. Так. Ну, что там дальше? Что там пишет? Так. Александр отправил посильную помощь. Спасибо. Влад Невиногров. Кандиль Орловский Лешки или Чистая Семья. Сейчас смеяться будете. Его раздобыл не так давно. Несколько лет тогда Сергей Железов. Вот. О том, что это Кандиль Орловский, я не сомневаюсь по одной причине. Дело в том, что все Кандили, все Кандили. Есть Кандиль Белоснежный, есть Орловский, есть просто Кандиль. Они все имеют вот такую форму, бочкообразную. И когда я вижу, что на бирке написано, а первый урожай я увидел в прошлом году только. И там был один плод, и в этом году плодов пять. Все. Я не могу ответить на вопрос. Раздобыл Сергея. И вот. И поэтому, раз это точно Кандиль Орловский, Кандили не спутать. Форма особая. Ну, пожалуйста, заходите в интернет, находите солидное издание и читайте. Лешки, осенний. А я пока ответить не могу. Так. Подскажите, пожалуйста, пишет Андрей. Груша лесная, красавица из холодильника. В прошлом году привел ее вашими черенками. Грушу лесную, красавица из холодильника. А показать хори сейчас. Сейчас, 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 сейчас. Я пошел. Я люблю хорица. Жалко, что у нее вида нет такого. Как он называется? Гигант под Москвой. Пожалуйста, сейчас принесу. Да. Нет, полезно балкон. Минуточку. Спасибо. 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 темноте выбрал в стуке 3 она довольно позднее у меня висит последний еще московская зимняя а так она почти самый последний что-то видно будет вот она хотя говорил на самой паршивой спрашивает но сейчас я вас удивлю другим смотрите вот старая вот третий вкус я не могу передать вам словами вкус изумительнейшие это вы понимаете нет на свете груш слаще вот нету вот просто нету и нельзя она все таки с береги не зря но вот это вот следы парши это при том что было лето чудеснейшая плане что не было вообще дождей полгода вот вот это и недостаток раз и первый раз то есть я бы показал еще в саду чернобаева вы бы удивились вот такая вот вот такая вот 300 400 грамм невероятная расцветка так а теперь скажется почему у тебя такая вот а дело в том что увидели кто-то же вас наверняка видел фильм дело в том что это химера у меня получилось как надо ли вам это слушать такие подробности я в 2015 году выкупаю соседа 2015 сад через дорогу напротив то есть участок а там уже росли мои две груши одна уссурийская показывает роскошь там тысячи плодов и вот это а у него получилось что я еще фильм отдельно снимал вот несколько дней назад вы видели я показал такой пень она погибла а земли вылезла ветка вот такая вот и на ней четыре-пять ветер вот таких груш не вот эти вот роскоши как у чернобаева но сейчас я не найду я бы мог долго искать во время идет вот такая вот невероятный у нее единство сохранился я был удивлен это химера она вылезла с места который возможно даже ниже прививки то есть там ниже уссурийская груша но вкус необыкновеннейший и такой же необыкновеннейший у чернобаева хотя у него она же но еще раз говорю это химера это с границы прививки она вот так вылезла из земли непонятно выше или ниже но я бы низко привела но не в такой же степени она взяла поразбухла и там хрен сейчас поймешь и вот это для меня вот эти секреты я их так люблю вот вкус необыкновеннейший я на ваших глазах тимошку угостил а его он брать не приучен и вот получается следующее значит надо дочитать ваше письмо покажите грушу лесная красавица с холодильника еще раз у чернобаева она же вот такая вот и у меня такая была но это дерево фактически за 20 лет погибла а фотография осталась она была правда грамм по 200 но ярко красоты необыкновенная а то подумают какая черта красавица это химера но мне сохранилась возможно вот эта химера а дерево взрослого она погибать не собирается а если она все-таки ниже прививки она не может погибнуть просто не может потому что ниже прививки и тогда получается это чуть ли не на родословные еще одного супер морозостойкого вкуснейшего сорта вот оно это дерево и брать всего надо черенки и надо продолжать это все разве не интересно ведь я живем все показываю как правда я крещусь что я не выдуман из другого дерева не жал я крещусь я крещусь я боюсь Бога я верю в Бога поэтому если уже вынужден крещиться но только для пользы дела вот так вот давайте дальше смотреть это был бы новый сорт если бы он нужен был кому-то то что я сейчас говорю Сергей не знает он сидит на кране и деньги зарабатывает потому что не может прокормить сад так что нам дальше покажите грушу из себя красавица показал в прошлом году привил и вашему сырку не разочаруйтесь Андрей вот посмотрите эту грушу испортить невозможно вроде ниже прививки и то не испорчено вот так это просто один один из чудес который в моем саду сегодня я помните рассказывал про анти чудо когда вместо лады вот такой вот выросло вот такой целая ветка переродилась ведь это факт так последний Влад Нижний Новгород все сантаиваются по разуму на разных подвоек в разных климатических зонах но справочник тут не поможет почему справочник хотя бы намекает примерно ну в последнее время конечно броня там стала ну подумайте я сам придумал название Байлевицкий я придумал название Фаина я придумал название еще несколько сортов только сейчас сходу не вспомню да вот слезешь интернет они брошу вы ими уже торгуют никто мне не покупал ни семечки ни кости не сорваться а уже ими торгуют берут только название мошенник ну что все заканчиваем заканчиваем давайте друзья прощаться я очень благодарю тех кто отозвался спасибо вам ребята последние чудеса бывают такой редкий случай что я нашел этого человека вот прощаемся за помощь спасибо все таки все намерло Россия все намерло друзья пока начинаю выбираться отсюда закажите косточки закажите черенки ну пока косточки считайте что вы помогли тот же новую купить до свидания остановить расписку